МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему медицинские работники края решили всерьез заняться мужским здоровьем, спросим у Александра Неймарка, доктора медицинских наук, главного уролога края. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, женские консультации – дело привычное, а вот кабинеты мужского здоровья, получается, это мужские консультации? Да, видимо, так, потому что в открытие этих мужских кабинетов мы вкладываем идеологию ту, которая была в свое время принята при открытии женских кабинетов. Женщина наблюдается в течение всей своей жизни в этих консультациях, за ней активно ведется учет, она туда обращается со своими проблемами, а мужчины такой возможности лишены. Не значит, что мы не занимаемся здоровьем мужчины. Урологи как раз этим занимаются много лет, но мы занимаемся, до сих пор занимались по обращаемости. То есть если человек заболевал, он обращается за помощью к урологам. Но, как показала современная урология, часть заболеваний протекает достаточно долго бессимптомно. И они обращаются уже в тот момент, когда болезнь может носить запущенный характер. И вот организация этих кабинетов как раз нацелена на то, чтобы выявлять заболеваемость урологическую на более ранних этапах ее развития. Где эти кабинеты будут открыты? При поликлиниках или вот отдельные? Первый кабинет, мы его называем Академией мужского здоровья, будет открыт в нашей краевой клинической больнице. Затем мы планируем подобные большие кабинеты открыть в таких городах, как Бийск и Рубцовск, где имеется наиболее большое количество мужского населения. Но мы планируем запустить анкету с тем, чтобы охватить каждого мужчину и взрослого, и более зрелого возраста, и старческого возраста. Анкеты эти дифференцированы по возрасту для того, чтобы они смогли ее заполнить, и мы потом сумеем выявить начальные признаки различных заболеваний. Анкетирование будет проходить по всему краю. Мы начнем его с городов, потом перейдем на районные больницы, а затем мы хотим то же самое проделать на фельдшерско-акушерских пунктах, в небольших селах, для того, чтобы дистанционно мужчина мог заполнить эту анкету, переслать ее по электронной почте в центр, и там уже будет проводиться более глубокий анализ. Сколько же времени на все это потребуется? Наша программа рассчитывается на три года. Какими болезнями чаще всего страдают современные мужчины? Ну, среди заболеваний современных мужчин есть такие сугубо мужские болезни, которые встречаются только у мужчин. Среди них это эректильная дисфункция, это мужское бесплодие, и это андрогенодефицит. По типу женской менопаузы у мужчин тоже бывает андропауза, которая влияет на его трудоспособность, на его тонус, на его жизненные взгляды, на целый ряд моментов. Ну, если я не ошибаюсь, у многих мужчин, это, в принципе, и женщины, начинают заниматься своим здоровьем, только если вдруг что-то заболело. А наверняка и со школьной скамьи можно вот о себе думать. Да, эта программа планируется таким образом, что мы начинаем наблюдение за мальчиками. Вот так. Даже новорожденные мальчики уже с помощью своих мам будут у нас отслеживаться на предмет возможной проблемы в будущем, потому что все мужские, большинство мужских болезней начинается в детском возрасте. И чем раньше мы начнем за ними следить, тем скорее мы сможем вмешаться в этот процесс и прервать его. Поэтому у нас будет на базе детской краевой больницы организован центр. Собственно, он уже работает, просто ему полномочия будут расширены, где будут обследоваться мальчики. Не каждая женщина регулярно посещает гинеколога. А уж чего про мужчин говорить, они вообще по больницам не любят ходить. Как будем их привлекать в эти комнаты мужского здоровья? Ну, мы планируем, что здесь нам помогут и средства массовой информации. Мы будем общаться с мужчинами в разных трудовых коллективах. Мы будем проводить разъяснительную работу среди населения. У нас очень мощный имеется центр медицинской пропаганды, который будет заниматься этими вопросами. И постараемся максимально охватить все население мужского Алтайского края с тем, чтобы оно могло пройти на это обследование и выявить на ранних этапах проблемы. Я так понимаю, что мобильные центры уже курсируют по Алтайскому краю. Есть ли первые результаты? Сколько мужчин удалось обследовать? Такой КАМАЗ, как мы его называем, запущен. Где уже был он? Называется «Мужское здоровье» побывал в Павловском районе. И уже оттуда поехали после того, как он там побывал. Часть мужчин надо обследовать в диагностический центр. В частности, ко мне обращались мужчины из Павловского района, которые там прошли УЗИ, нашли какие-то проблемы у них. И они были направлены дальше в Барнаул для того, чтобы провести дополнительные исследования и определиться с диагнозом. Павловск дальше куда? У них целый план предусмотрен этих поездок. Я сейчас затрудняюсь сказать. Этим занимается наш краевой диагностический центр. И таким образом, чтобы этот КАМАЗ еженедельно проезжал через какие-то определенные районы края. График этот существует. Если кто будет интересоваться, можно обратиться в диагностический центр. И там просто скажут, в какое время, в каком районе этот поезд здоровья будет мужского. Ну, вы наверняка знаете, вот в Павловском районе как охотно мужчины приходили? Мужчины приходили достаточно охотно, причем не только Павловск, но и окружающие села, находящиеся в этом районе. Причем многие мужчины были уже сообследованы с нашими специфическими анализами, которые необходимы. Ну, они знали, что у них проблемы. Да, вот здоровые по их мнению. Ну, со здоровыми хуже, потому что вот это как раз сейчас наша основная задача, чтобы максимально заинтересовать мужское население, чтобы они стали больше внимания обращать на свое здоровье. Ну, и, конечно, здесь очень важна и женская составляющая, потому что многие женщины могут заставить своего мужа, друга, брата пройти обследование, понимая важность его. Особенно, если она заметила какие-то отклонения в его состоянии. Я вам скажу больше, что нередко на прием ко мне, по крайней мере, ко главному урологу заходит пара. Заходит мужчина с своим проблемой, следом идет жена, спрашивает разрешения зайти в кабинет. Я всегда разрешаю, потому что она может более четко даже рассказать о состоянии своего мужа, чем иногда сам пациент. Наверняка многие болезни, если на ранней стадии, можно вылечить, если они не запущены, естественно. Конечно, безусловно. Для этого мы все это и затеваем. Я уже не говорю о такой проблеме, как онкология. Она тоже встречается у наших больных. И там очень важна ранняя диагностика, ранние выявления. Поэтому, конечно, мы стараемся охватить как более массу всего мужского населения. Вот по вашему мнению, благодаря вот таким кабинетам мужского здоровья больных мужчин меньше будет? Нет, я ожидаю, что вначале мы получим увеличение количества пациентов. Потому что мы найдем среди них тех, у которых малосимптомное течение заболевания. Сами они еще не считают себя больными, но тем не менее, при анализе этих симптомов может оказаться, что за этим стоят достаточно серьезные проблемы. Ну а потом, наверняка, после общей диагностики, будем идти на спад. Да, как только мы проведем диагностику, оздоровим это население, то я думаю, что мы начнем снижать эти цифры заболеваемости. Вот тем мужчинам, которые сейчас нас смотрят, дайте совет. Как часто, например, необходимо посещать уролога? Ну, я считаю, что каждый мужчина должен иметь своего уролога. Для того, чтобы он ему как минимум раз в год мог показаться, прийти со своими проблемами. Причем это касается любого возраста. И молодых мужчин, и мужчин зрелого возраста, и пожилых, и старческом возрасте. Все нуждаются с разными проблемами урологическими. Поэтому надо обращаться, надо с урологами дружить. И мы всегда готовы прийти на помощь, потому что урологическая сеть в крае, она доступна, она распространена по всем территориям края. И вполне реально попасть на прием к урологу. В конце концов, существует диагностический центр, который открыт для всех пациентов. Спасибо вам за эту интересную беседу, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Неймарк, доктор медицинских наук, главный уролог края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова